Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. На самом деле вопрос не новый. И, конечно же, встречается довольно часто в психологической практике. Но, на мой взгляд, здесь ситуация интересна в первую очередь, пожалуй, своей такой вот, я бы сказал, недосказанностью, что ли. То есть, именно вот, в силу того, что он достаточно короткий сам по себе вопрос, вот, есть элемент недосказанности. Соответственно, когда есть недосказанность, то, конечно, присутствуют возможности для какой-то интерпретации, да, возможности для искажения ситуации. И вот именно с этой целью, именно с целью исключить возможные недосказанности, мне бы хотелось этот вопрос рассмотреть. Хотя он достаточно короткий, и, в общем-то, информации по нему достаточно мало. И человеку, который его задает, можно помочь, ну, на мой взгляд, только если поработать непосредственно с ним. Потому что проблематика, как бы вот через, ну, в данном случае через вот такую ответственность, да, она не решается, к сожалению. Вот, тут, 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 на самом деле без вариантов, как мне кажется. Итак, суть вопроса заключается в том, что, значит, пастор пишет, если мужчина манипулировал женщиной, вот, стоит ли ему говорить о манипуляции? Вот, стоит ли ему говорить о манипуляции или лучше просто вот молча уйти, да, ничего, соответственно, не говорят, потому что не хотелось бы вызывать по словам автора вопроса агрессию. Смотрите, а, значит, я понимаю, что могу навлечь некоторое ваше недовольство на себя, но, тем не менее, скажу, для начала нужно убедиться в том, что манипуляция была. Для начала нужно убедиться в том, что манипуляция действительно присутствовала. Это проявляется в характерных особенностях, так скажем, ну, ощущениях. То есть вот вам нужно посмотреть на ваши ощущения, я специально, в общем и целом, не буду сейчас говорить, что это за ощущения, да, чтобы вас не вдевать в толку, но очень было бы здорово, если бы вы преследовали именно вот свои ощущения в этом смысле. Как вы поняли, что это манипуляция, понимаете, потому что вполне возможно и такая история, что вам просто-напросто показалось, или вы прописали человеку то, что сами как-то вот так или иначе, или могли сделать, или сделали, вот. Поэтому очень важно убедиться в том, что это действительно была манипуляция. Дальше. Можно ли говорить манипулятору о его разоблачении, или лучше просто уйти? Ну, вам здесь довольно справедливо, как мне кажется, заметили, что в общем и целом важна цель. Да? Для чего? Для чего вы хотите манипулятора, будем сказать. А если цель, там, например, что-то доказать, да, вот, то нет, потому что вы ничего не докажете манипулятору. Вот, ну, от слова, от слова совсем, да, то есть, вот, ну, вообще вы, как бы, как бы не сможете, а, ничего, ничего доказать, а, человеку, вот, не сможете ничего, а, человеку объяснить, потому что, ну, у манипулятора, если это действительно манипулятор, у него есть своя позиция, у него есть своя такая вот точка зрения, он, соответственно, будет эту точку зрения пробегать. Вот, ну, просто, просто потому что, просто потому что. Вот, поэтому, если ваша цель что-то донести до человека, что-то ему доказать, ничего не получится, можно даже не пытаться. Если ваша цель заключается в том, чтобы как-то вот, ну, побороться, что ли, вот, с человеком, то тоже идея. В общем-то, в общем-то, не самое лучшее, потому что, ну, борьба ни к чему хорошему не приводит. Если вы хотите просто ситуацию прояснить, да, что, ну, вот, например, с вашей стороны, допустим, допустим, вот, с вашей стороны, кажется, что вот имеет место быть манипуляция, да, и вы как-то вот это замечаете, и, соответственно, на это как-то реагируете, вот, в этом смысле, конечно, да, можно и нужно говорить манипулятору о том, что происходит. Ну, важно, важно, спробую вы, вот, вы сами, да, не пытались, ну, как бы, вам за счет, этого решать какую-то свою проблему, вот, это очень важный момент, вот. Ну, это очень важный момент, это очень важный момент, это очень важный момент. в том, ну, в отрыве, вот, ну, в отрыве, вот, значит, ну, мужчина, мужчина, да, в отрыве, вот, мужчина. Вот, такой аспект, можно вам сказать, дальше, в следующий момент, значит, значит, вы говорите, стоит ли? Чем? У нас есть сомнения, давайте попробуем, ну, как бы, рассмотреть, в чём эти самые сомнения у вас, в чём они заключаются. Вот, в чём конкретно вы сомневаетесь, это очень, на мой взгляд, важный момент, если вы увидите источник своих сомнений, вам будет проще. Ну, как бы, такой вот аспект здесь имеет место видеть. На этом всё, надеюсь, что помог вам, повторюсь, крайне небольшой вопрос, крайне-крайне несодержательный, без дополнительного анализа невозможно на него адекватно ответить. Вот. А вам, если вы чувствуете себя жертвой, вне зависимости от того, на самом деле, мужчина манипулятор или нет, необходима психотерапия для того, чтобы в это состояние жертвы, по возможности, не попадать. То есть, чтобы не оказываться в таком положении и после этого не оказываться перед сложным, мучительным выбором говорить об этом мужчине или нет, по большому счёту, как бы, живя в это время в жизни другого человека, но не своей, что с точки зрения психологии в целом и особенно с точки зрения моей парадигмы, восприятие является крайне деструктивным для человека, потому что, по сути, происходит такое вот психологическое зависание. Удачи вам, всего самого доброго, обращайтесь.